Прошедшие по районам республики обильные осадки нанесли садоводам немалый ущерб. К примеру, жители Унсукульского района в результате обрушившегося града понесли многомиллионные убытки. В ситуации на месте разбирался мой коллега Карим Гамаев. Ему слово. Если раньше сбор урожая для местных был настоящим праздником, то теперь это соизмеримо с трагедией. Да и собирать тут нечего. Прошедший накануне град оставил после себя только многомиллионные убытки. У каждого тут есть сад. Выращивают, если не персик, то черешню или хурму. Садоводство тут по-настоящему народное ремесло. К примеру, Расул Муртазалиев занимается этим с 1992 года. И он здесь такой не один. Сколько гектаров садов у нас есть? У нас в вашем селе где-то 117 гектаров. 100? 117 гектаров. Вот с гектара, посчитай, как минимум с гектара сада идет 12, 14, 15 тонн с гектара. Посчитай вот. Труд, время и деньги. Все это местные жители вкладывают в свои сады на протяжении всего года. А чтобы остаться ни с чем, достаточно, к примеру, 10 минут выпавших аномальных осадков, что и произошло несколько дней назад. Колоссальные расходы в этом году сделали. И за счет будущего урожая. Они в долгах оказались. Вот такое бедственное положение. С гектара получается у нас полтора миллиона. Это же 120 гектаров еще. Это значит колоссальные ущербы населения. Селение три раза было. Когда здесь были персиковые деревья, был такой крупный град. Даже шкура с верхней стороны все чисто было. Их пришлось обрезать, посадили абрикосы. Это уже не первый случай, когда урожай гибнет под градом. Делятся с нами местные садоводы. И надеяться им приходится только на самих себя. Правда, есть страховка. Но, как оказалось, распространяется только на деревья. В прошлые годы, когда была точно такая же ситуация, я пошел, значит, по инстанциям, пробовал найти какую-нибудь компенсацию. А страховщики говорят, мы, говорят, компенсируем сад. А урожай, говорят, мы не скомпенсируем. А урожай, что, не производный, что ли, сада? Что за абсурд такой? Пробелы в законодательстве или желание страховых компаний освободить себя от лишних выплат? Ответ найти достаточно сложно. Понятно только одно. Люди остались без поддержки, заработка и урожая. И это не есть хорошо. Карим Гамайев, Саид Шагидов, Новости ННТ, Унцукульский район.